Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Анна Гусева и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня у нас распаковка новых орхидей. Пришла ко мне посылка. Давненько мы с вами не получали новые посылки орхидей. И вот эта посылка пришла ко мне из Москвы. В пути она была всего-навсего три дня. Прям, честно говоря, даже удивительно, потому что я живу за городом. И, конечно, посылки идут ко мне намного дольше, чем в центр Санкт-Петербурга. Посылка пришла ко мне от известного орхидейного блогера Светы Кончуры. Я, конечно, вот знаете, есть люди, общественные деятели. В моем представлении Светлана, общественные органы. Она занимается посеянием орхидей. Ну и также иногда выставляет растение хорошего качества у себя на ресурсах на продажу. Я не знаю, с той или иной стороны. Открываю уже мои друзья. Конечно, за посылку мне пришлось немножко переживать, потому что у нас экстренно в Санкт-Петербурге началась жара. И я, такую жару, еще ни разу не получала растение. Но будем надеяться, что все пришло очень-очень хорошо. Так, гора бумаги. Я даже не знаю, куда буду складывать. Но давайте вниз, не складывать, чтобы все это тело выглядело поэстетичному. Я попросила Светлане не упаковывать мне слишком сильно, потому что растения могут запрыть дороги в случае, если будет полиэтиленовая упаковка и различные. Вот даже просто обычная газета, когда плотно обернуты, все-таки в такую жару растение нужно внимательно упаковывать более тщательно, не создавая излишние вот эти свои бумаги. Светлана, посмотрите, как запаковала. Она просто свернула маленькие кусочки газеты, а растения положила непосредственно без упаковки. И это очень правильно. Вот что значит, человек любит свои растения, которые выращивает, и относится с пониманием и с толком дела. Друзья, в этот раз я вам сразу скажу, что я не заказывала каких-то редких экзотичных орхидей, которые я люблю выращивать в своей коллекции, а заказала три гибридных фаленопсиса. Вот вы скажете, вот она по фаленопсисам пошла. Нет, друзья мои, я просто люблю орхидей. И если мне нравится цветок, то я ни в коем случае не блесну обычными гибридными фаленопсисами, потому что они хорошо цветут, долго цветут. Они являются украшением наших жилых помещений, да. И плюс к этому эти цветы специально созданы для того, и выведены были, чтобы выращивать их в комнатной культуре, которые очень легко, очень легко адаптироваться к комнатной условии и особо не требуют никакого ни ухода, ни особого внимания с ним. Выращивать орхидей фаленопсис, наверное, намного проще, чем редкие экзотичные растения другой группы. Итак, первая красавица, посмотрите, какая. Сейчас достану. Немножко бутончики подвяли и зажали, но в целом доехала прекрасно. Светочка, спасибо огромное. Посмотрите, какой красивый беглипчик. У меня этот беглип был несколько лет назад от поставщика, сейчас скажу, Джеймпи. Это производитель орхидеи фаленопсисов, а потом он исчез у них из продажи на некоторое время и сейчас вновь появился этот гибридный фаленопсис голландского производства. У них нет вот здесь вот названия коммерческого этого растения, только номер, тестовый такой вот. То есть еще название ему как таковое не было давно. Точно такие же цветы вот как были. Они крупные такие, леопардовые, губа, конечно, крупная. Конечно, жалко, что жара подвяли немножко цветочки, но мы их с вами приведем в норму. Обращаю ваше внимание, друзья мои, на корневую. Ой, как бы показать. Корневая, конечно, очень хорошее растение. Взрослая шея, чистая. Но видно, что человек выбирал растения со знанием дела и с опытом вращивании. Следующий фаленопсис. В этой посылке три фаленопсиса. Ой, как бы так достать-то. Начнем с этой стороны. Боюсь сломать просто, вынимая из посылки. Поэтому приходится долго-долго вытаскивать нам с вами бумажку. Ну, что делать? У тебя достать. Тут просто еще два, они так плотно улучшены между собой, что я сейчас буду их пытаться, пытаться вытаскивать. Вот распаковка тоже делал некрастое, скажу я вам, друзья мои, вспотеешь пока, достанешь орхидейку из посылки. А эта орхидейка не Беклип, но мне очень было интересно, ну, вообще, вот это вот окрас этого фаленопсиса тоже, вот я смотрю, шея чистая, все доехало прекрасно, корневая очень хорошая. Сейчас посмотрим, есть некий бридное название у этой орхидейки. Напомню вам, друзья мои, что у орхидеи фаленопсис гибридных нету сортов. Все, что вы видите, название вот эти вот, это название коммерческие, чтобы было проще и интереснее, как бы покупать эти орхидеи, да, им дают название. На горшке, по-моему, ничего не написано, но тут звук горшка у цвета находилась, но такой вот надписи я не вижу. Может быть, кто-то из вас опознает и даст название этой орхидейки. Может, у кого-то есть из вас в коллекции. Так, тоже цветы немножко подвяли, конечно, сейчас их нужно будет напарить с иммуностимулирующими препаратами. Я буду использовать HB-101 для первого полировка для растения, побыстрее адаптировались и пришли в норму. Ну, а это, друзья мои, оставила вам на закуску еще один беклипчик. Беклипчик красивый, белый, с такой вот губой интересной. Я на него давно обращала внимание. Так, вот здесь вот цветочек подсохранился, здесь будет лучше видно, потому что остальные подняли из-за жары, но это ничего страшного. Друзья, я на него давно обращала внимание и думала, надо будет как-нибудь при случае приобрести. Я вообще люблю белые орхидеи. Они, конечно, настолько нежные, настолько такие вот, символизируют чистоту, красоту. В общем, неравнодушные к белым бекликам. Чисто белые беклипы есть у меня уже в коллекции, а вот такой вот со специфической губой, с разводами, его не было, и я хотела его завести. Поэтому орхидеи выбирала осознанно, подходила к выбору именно то, что хочется. Там очень не то, чтобы не повторяться. Вот, конечно, друзья мои, на сегодняшний момент мы с вами счастливые люди, потому что можем купить орхидеи буквально в 3 клика, зайдя в интернет, и через 3-7 дней холп, они у нас уже дома. Почта работает отлично, купить орхидеи можно сейчас в интернете, масса всяких ресурсов, да, есть, в том числе и наш гусев орхидца, на котором представлены редкие орхидеи в наличии. А вот в 18-19 веке, в частности в 19-м, после того, как началась орхидейная лихорадка, купить орхидеи людям, увлекающимся выращиванием орхидей, было очень сложно. Во-первых, выращивание орхидей в 18-19 веке было модным занятием, и очень дорогим. В основном увлекались орхидеи люди из алистократии и различные богилы, да, скажем так, люди, которые имели хорошее состояние, потому что купить орхидею в то время, в 19-м веке, это была целая история, потому что нужно было найти орха-охотника, который бы поехал в места произрастания орхидеи, добыл эти орхидеи, вырубив при этом большое количество ресурсов леса тропического, да, чаще всего эти орхидеи из естественных мест произрастания были барбарским образом собраны, и леса сжигались, чтобы другие орхоохотники не могли найти данные орхидеи и продать, и сделать таким образом конкуренцию. И вот после того, как эти орхидеи собирали, шли они в темных трюмых кораблей до покупателя месяцами, и, конечно, погибали. И когда даже несколько, два-три экземпляра из тысяч приходили к конечному покупателю, цена у них была, конечно, баснословная. Поэтому, друзья мои, я очень рада, что мы живем с вами именно в это время, когда любой человек, увлекающийся орхидеи, может купить за вполне вменяемые деньги и поставить красоту у себя дома. Друзья, я надеюсь, это видео вам понравилось. И вот здесь со мной радость от нового приобретения. Конечно, орхидея фалинопсис всегда манила своим легким цветением, да, выгонкой, я имею в виду, цветоносов. Она без проблем цветет в домашних условиях. Что я сейчас буду делать? Я напою эти растения и буду смотреть, есть ли там торфстакан. Если есть торфстакан, буду отсыпать часть субстрата, доставать этот торфстакан и засыпать субстрат назад. И, конечно, очень важно сделать обработку от вредителей. Потому что, принося новые орхидеи в дом, неизбежно вы можете принести вредителей, насекомых различных. Тем более, сейчас жарко очень, а это провоцирует образование именно вредителей, таких как щитовка, мученистый червец и, конечно, клей. Поэтому обработку делаем. Именно поэтому я не снимаю этот ролик в оранжерее, чтобы сначала дать растению адаптироваться, провести обработку. А уже потом, когда они придут в себя, немножко очухаются от дороги и обработка будет сделана, я их принесу в свой сад и они будут радовать меня там, в своих цветениях. Друзья, ну, на сегодня все, потому что вроде все вам показала, рассказала. Я желаю вам искренней здоровья и здоровья вашим орхидейкам. Всех целую, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok